Ребята, всем привет! С сегодняшнего дня у меня начинается глобальная сборка грузовика к фестивалю Трак Дэй, который будет проходить 24-25 июня на Дмитровском шоссе в парке Яхрома. Сейчас уже практически все детали у меня в гараже лежат. Правда, какие-то детали в гараже, какие-то в фургоне, какие-то в этом бусике лежат. Уже просто некуда ничего раскладывать. Все валяется где попало, потому что все захламлено просто ужас. Но по сравнению с прошлым сезоном, когда я готовил машину к Трак Фесту, в гараже было еще хуже. Но там и тачка была в более худшем состоянии, приходилось переделывать все. Хотя, с другой стороны, вот так досконально пластик я не разбирал, так как он уже был выкрашен с завода. Сейчас начну собирать кабину. Все это будет одним единым видео, больше разбивать не буду. Следующее видео будет только, как мы уже едем на Трак Дэй, выезжаем. Ну или там какие-то последние штрихи, может машины моем, что-то типа такого. Начало и конец будет видео в парке Яхрома, когда уже приедем. Это что касается следующего. А в этом видео будет полностью сборка. Сейчас начну собирать пластик. Сначала с правой стороны, потом с левой. Потом, не знаю, если время останется, может быть дугу на крыше при гаражу, потому что надо поставить козырек. Зеркало я так и не забрал из магазина. Нет времени сегодня, времени уже сейчас, пятый час вечера. Вот эти места надо отмыть, кстати говоря. Не знаю, вообще отмоются они или нет. И что-то я до этого не замечал, что здесь так было. Вроде все заклеено было. И вот это зеркало надо снять и покрасить. Кстати, это зеркало новое. Здесь уже стояло заводское другое. Это не заводское зеркало. Вот, начинать буду, как я вам сказал, уже с правой стороны. Проводку здесь провел на ошейник. Все нормально. Сейчас закрою. Пластик, подножки, правая и левая сторона. Бампер буду ставить в самый последний момент. Нет, в самый последний момент я буду ставить вот этот дефлектор, потому что здесь, во-первых, провода надо будет подтянуть. А во-вторых, надо снимать будет вот эту хреновину, чтобы снять зеркало. Вот. Плюс завести здесь всю проводку. А дефлектора почему? Потому что бампер заводится под них. Не хочу. Просто капот задрал, поставил туда бампер, потом дефлектора накинул. Это вообще секундное дело. Вот. Ну, а самая главная и самая важная для меня сегодня задача, так как бак течет, надо с этого бака, пока стоит синий грузовик в гараже, всю солярку перелить туда. Не знаю даже, есть ли насос у меня или нет. Кстати говоря, надо сейчас проверить. Если есть насос, то надо сразу переливать, потому что шланг точно длинный есть. А вот если нет насоса, то надо долететь здесь в магазин на углу. Или Илюху напрочь. У него есть моя карточка, может сходить купить. Вот так вчера покрасились ступицы. Для вас это был предыдущий видосик. Красилось это все на улице. С расстояния сейчас где-то полуметра, я смотрю, выглядит прекрасно. С расстояния метра вообще идеально. Вблизи, конечно, есть... Ну, вот какая пыль, да, какой ветер на улице. Есть вот такие моменты. Даже, видите, фокус не хочет настраиваться, не хочет вам показывать. Да что такое? Вот они, точечки. А так вообще все гаечки, все идеально. Вообще классно. Очень понравилось мне красить задние ступицы. Включил передачу, положил на газ кувалду, и она потихонечку крутилась. И равномерно тем самым распыляясь, и тем самым немного подсыхая. Так, походу, Виталька летит у нас с этого, с шиномонтажки. Одел себе тапочки новые на передок. Да, точно. Как Виталька сегодня сказал, встречаемся вечером. Место встречи изменить нельзя. Это гараж наш. Собирается потихоньку детальки. Краснючие, краснючие детальки. И хотел вам показать прикол. С правой стороны сейчас дверь собираю. Вот так откинута кабина. Вот так стоит фургон. И вот так дверь на всю сама по себе откинута. И не цепляет. Приколите. Вот. Ну, видно вам, как она ходит или нет. Короче, там вообще миллиметры, и она не цепляет. Я в шоке, если честно. Так, ребята, смотрите. Приколожил. Приложил уже вот эту накладку белую. Она и на клипсах. И еще из нее торчат 4 болта, 4 гайки. Надо пластиковых закрутить. Вот такие, видите? Вот просунуть в этой дырке туда, в темноту, ни хрена не видно. Вот такой лайфхак есть. Возможно, я его чуть делаю неправильно, но я уже 3 гайки закрутил, у меня работает. И на изоленту сажаю на липкую. Сюда раз гайку надеваю и туда просовываю. Но все равно ёпта, что это было? Очень аккуратно вот так. Раз, раз, раз. Когда чувствуете, что он там навернулся, вытаскивайте аккуратно тоже, чтобы головка ни хрена не навернулся, потому что мне надо посмотреть. А посмотреть я не могу, потому что я вам записываю видосик, куда он там падла, вон она. Все, попал. Вот так. Крутим, крутим, крутим. Нет, не попал. Так, сейчас мне надо выключиться. Нет, слушайте, попал. Это просто оказывается, там болт этот шевелится и не хочет, зараза. Так как следует крутиться. Потом вот так шило берем, сваливаем ее куда-нибудь туда, эту изоленту. Смотрим. Так, ну хрен я вам покажу, но поверьте на слово. Вон она, вон она. Все, изолента упала, гайка, видите, накручена. И потом опять суем эту хрень аккуратно и доворачиваем гайки пластиковые, аккуратно, чтобы не свернуть им резьбу. Вот так, раз, чувствуется, идет упор. Все, наглить не надо. И вытаскиваем тоже аккуратно, потому что головка на 10, аккурат, как эта дырка, может там остаться. Я здесь где-то крутил, дернул, и она у меня там осталась, представляете? А здесь еще идет такой провод на стеклоподъемник. И она легла прям, я ее вижу, того глядя она свалится. Я шил и беру, вот так аккуратненько, раз, насадил ее, вытащил. И все прошло у меня отлично. Вот, сейчас осталось ставить раз, два, три, четыре заглушечки. А я начал разбирать тут, забыл, как дверь разбирается. Басысь все. Точнее, собирается. Поэтому разобрал чуть-чуть ненужного. Ну, ничего, я там, конечно, не разобрал. Просто заглушки все повытаскивал. Ну, что ты не хочешь? Вот эти имеется в виду. Да, конечно, на хайвее, чем на предыдущем стрелесе, поинтереснее. Сделаны дверные карты. Не такое все это хлюпкое. сделано уже лучше. И не такое громохучее. Прям пластик такой чувствуется мягенький. Хорошенький. Так, все. С этим покончено. С этой дверью правой. Вот такой видон. Хоть и грязный. А, это колеса отображаются. Смотрите. Колпачки. Я думаю, что за хрень на камере видна. Вот они. Ой, чуден, блин. Не могу. Единственное, смотрите, как теперь дверь грохает. Потому что отвалилась вот эта фигня. Я ее, наверное, выкинул. Там такая резиновая проставочка была. Надо что-то будет придумать. Пригородить. Она стояла вот здесь. Получается, здесь два таких заводских болтика. А здесь с резиновой фигней она стояла. И вот эта хреномантия, вот даже под нее кругляшок, видите. Упиралась и не звенела. А она у меня сломалась, потому что она сгнила вся. Мне пришлось поставить обычный болтик с нержавейки. Блин, как же покрашено. Смотрите, все видно там в отражухе. Это все пыльно еще. видали какое. И вот теперь вот эта хрень бьет здесь. Вот так. Вообще неприятно, да? Короче, надо закрыть эту дверь, чтобы она никогда не открывалась. Хотя и с той стороны то же самое. Наверняка. Там вообще, по-моему, эти резинки не было никогда в жизни. Все. Самое сложное, на мой взгляд, закончено. Хотя это только начало по сути сборки. Но главное, все, все дверки на месте. гляньте, эти лежали у меня получается. Эти вообще я в машине катал, эти в боксе лежали, а эти лежали в прицепе, но они были накрыты. Это они после малярки такие еще. Все в пылине отмытые были. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Правая сторона и левая сторона. Сейчас я достану козырек, пролью ВДшкой, потому что там неизвестно, открутятся болты или нет. и буду перекачивать солярку, потому что солярку я так и не перекачал. Разобрал козырек, пока солярка переливается. Все отлично открутилось, даже ничего. Не стал ВДшкой заливать на ночь, нахрен. Решил попробовать, думаю, пойдет, пойдет, не пойдет, залью. Все, болты все шесть штук открутились, восемь штук, нормально. Ну и по-прежнему никто не забрал у меня его, поэтому бампер продается. Вот так он бампер, говорю, козырек. Вот так он выглядит. Вот тут заштопанный. Вот тут полопанный. В принципе, он полопанный, но как бы держится. С этими фонарями и с автопоездом. Но автопоезд я, чтобы не муздыкаться, под корень откусил у них провода. Вот не все эти запчасти валяются. Так что, если кому надо, будет козырек, можете обращаться. Пять косарей, небольшие деньги, но и бесплатно я его отдавать тоже не собираюсь. Всем здоров, следующий день. Сейчас буду ставить крышки красные на зеркала. Эти надо снять аккуратненько, потому что они потом пойдут на перекраску, на другой какой-нибудь грузовик. Ну и соответственно, надо ничего не сломать, ни зеркало не разбить, ничего, чтобы все аккуратненько было. Так потихоньку машина собирается, по списку все вычеркивается. Не знаю, честно говоря, где крылья? Крылья, крышки. Наверное, крышки у меня в этом, в боксе лежат. С правой стороны начну. В принципе, левое и правое, они взаимозаменяемые. Пока вижу всего лишь одну большую крышку. Других я что-то не вижу. Странно. Куда я их подевал, надо искать. Короче, пацаны, капец у меня залет. Поменял с правой стороны крышки зеркал, все нормально. Почти все идеально стало. Тот, кто не знает, где не идеально и никогда этого не узнает, но дело в том, что со стороны выглядит неплохо. Пошел потом на левую сторону, начал слева менять, снял верхнюю крышку, начал устанавливать новую, крашеную. Сука, она не сходится и все, хоть ты обоссысь. Думаю, ладно, наверное, я что-то не то у меня с головой. Снимаю большую крышку, ставлю большую красную крышку, она тоже ни хрена не подходит, не сходится. Я всегда был уверен, что крышки левого и правого зеркала взаимозаменяемые. Как оказалось, что-то ни хрена, они не взаимозаменяемые. Получается, вот эти две крышки теперь надо вести на покраску. А эти крышки правые, что ли, получаются, и они хрену знают, куда их девать. Вот такой геморрой нарисовался под конец сборки. Ну, не то, что, конечно, под конец, но все равно под конец мероприятия. блин. Так, поскольку, поскольку с зеркалами с левыми вышла, с левым зеркалами, ну да, с двумя зеркалами левыми вышла засада, поэтому решил установить подножки. Слава богу, с ними никакого гемора. Единственное, конечно, гемор, может быть, надо было это как-то решить, но слишком сильно выделяются вот эти части, может, надо было бы их или закрасить, я не знаю, или или просто закрасить. Короче, не знаю, но получилось как получилось. В принципе, более-менее нормально. Сука, эти летающие падлы заколебали. Жара пришла. Ну и вторая подножка тоже без всяких потерь, все четенько, все стоит на своих местах. В принципе, что мне остается делать сейчас? Я буду собирать бампер. О, точно, бампер у меня на чердаке лежит, пока брат мой здесь. со своей машиной там удохается, потому что одному мне его не снять. Вот. Сейчас мы с ним снимем бампер, надо какое-то место ему подгадать, хорошее. Это точно место будет не в боксе, потому что там и темно, и зачем я, ой, в боксе, не в прицепе, там и темно, и тащить его туда неохота. Сейчас, наверное, вот эту козырек уберу, эту фигню положу, и на ней буду собирать бампер. Да вы потом обо всем узнаете. Мне, ребят, как оказалось, подножки тоже без гемора. Невозможно установить. Короче, сняли с ребятами бампер с чердака, полез в фургон за его, как их назвать-то, короче, всеми принадлежностями, приспособками, и увидел, что в фургоне лежат вот эти подкрылки, которые, естественно, они крепятся вместе с подножкой, не видно, вот они, которые, естественно, не поставил. Вот сейчас назад все разбирал, все снял, но благо гайковер там все недолго, прикрутил подкрылки, смотрю, что-то не так было, вот чувствую, помню, не так было. Хорошо, хоть одна и века на базе стоит, он зеленая, братовская, залез под нее, посмотрел, как там, там шайбы в одном месте так прокладывается, в другом так, короче, капец, но вроде сейчас все установил, все с этим закончено, перехожу на бампер, как же все не быстро на самом деле получается. Так, заказал сегодня газовый упор на капот оригинальный, 1700, не тот еще, 1800 придет через ту-ду-дум, по-моему, 20 числа, если я не ошибаюсь, как раз я успеваю. Вот, сейчас вспомнил, что я поставил бампер и не поменял сигнал, хотя сигнал можно будет поменять и подняв кабину, наверное, но это ладно. Что здесь остается? У меня юбка, все заглушки ставить пока я их не буду, потому что мало ли придется еще снимать, что-то я упустил. Не поставил юбку, в юбке нужно врезать фонари, но дырки уже есть, просто их туда поставить, это можно будет сделать в подьмах потом в боксе. И не лезет у меня вот эта хиромантия под радар. я не знаю, как я ее вытаскивал, наверное, тоже тяжко, и засовываться она зараза не хочет, не знаю, прям, что делать с ней. Хотел нагреть феном, боюсь, краска отлетит, но что-то выбора, походу, не остается у меня. Короче, пацаны, на трак-дей приедут там некоторые машины современные, без зеркал, Mercedes, по крайней мере, точно будет. я решил поставить себе камеры, зеркала поснимал нахрен. Только вот вопрос теперь, как с вот этими дырками быть. Там-то ладно, камера поставится, а тут на двери что будет, непонятно. Такая будет овца беззеркальная у меня. Хоба. Короче, блин, нахрен, приехал человек тут, один авторитетный для меня и говорит, какого хрена у тебя крышки зеркал красным покрашены, а стойки зеркал черные, заводские. Если честно, изначально, я так и думал, что я стойки покрашу и крышки, но потом я решил маляра этим не доставать. Вспомнил, как на Белоснежке я разбирал эти зеркала, снимал, валился на стремянке в кабину, разбил стекло, а это было уже время под самый тракфест в том году. Время поджимало, времена тяжелые, стекол нигде нету, но благо есть у меня друг Славик, у которого есть разборка по ИВЕКу. стекло он мне выделил. Конечно, такие вещи оставлю новые. Старое стекло я бэушное поставил, оно все такое, знаете, прям коцанное, не знаю, почему, кто его так сильно коцал, казалось бы, боковое стекло, но оно почему-то покоцанное. Вот. Но на горьком опытом, горьким опытом научен, все делал аккуратненько, хотя я, по-моему, там, когда разбил стекло, я его в зеркало ставил, а не снимал. Но, по крайней мере, сегодня я поставил, ой, снял без потерь. И левое, и правое. Ох, кстати, шурупчики от зеркал. Опять все тут разбираю. Было, приготовился, ну, покрасил эти штуки, как они называются, кронштейны, крыльев и часть рамы хвоста, сейчас покажу вам. Уже было, хотел эту штуку шкурить, подготавливать к покраске, но, приехал авторитетный человек и говорит, короче, надо делать все по-человечески, Женя, если у тебя нет времени, значит, деньги у тебя есть, отдай и пусть делают люди. Вот. Показывал я вам хвост, почему-то именно задняя правая часть была очень ржавая. Возможно, постольку, поскольку здесь бак мятый от того, что колес когда-то взрывался, так как, еще раз повторяюсь, это ходило под тонаром, и неважно, колеса везде взрываются, здесь, возможно, все размотало и были удары чего-то парами. Возможно, краска облезла, соль в реакцию вступила и реагенты, и пошла такая фигня, поэтому пришлось сегодня тут подразобрать маленько, зачистить этот кусок, естественно, болгаркой, никаких паскоструев, вот так, до амортизатора и верхушку, но верхушки все равно видно, там не будет, там будет настил. Именно на это и расчет, что жопа осталась в заводском цвете, наверху будет настил, алюминиевый, черный, кстати, такого же цвета, и здесь будут крылья, хрены ли, тут будет эта штука, которая держит башмак, вот она, и вместе и сам башмак, и поэтому здесь особо моей покраски не будет видно, но это сохранит целостность рамы на чуть-чуть подольше времени, вообще, в общем и целом, я имею ввиду, вот, и решил я, помните, я вам говорил, маршал ступицу я здесь поставил в свое время, и в ней болтались шмидцевские из шпильки, почему шмидцевские, потому что они длинные, потому что мне надо под литье длинные, я их и прихватывал, и хренатовал, и что только не делал, ничего их не держит, гемор был конкретный, потом я купил наперед, турецкие, сам по шпильке, смотрю, они толстые, думаю, ну, менеджеру звоню, в магазин говорю, это есть, длинные, на 90, как шмидцевские, только чтобы были, у шмидца здесь, такие круглые рисочки, а здесь, видите, поперечные, ну, говорит, да, есть, я говорю, вези, вот привез мне, ой, кувалду пола, вот привез мне 20 штук, шпилек, самповских, они еле туда забиваются, ребята, соответственно, они будут стоять мертво, плюс у них площадь прилегания, здесь больше, то есть, понятно, да, вот здесь прорезь, которая, не дает прокручиваться, вот в эту упирается, хреновину, я вот 5 штук забил, замудохался, решил вам на 5 минут видосик запилить, вот уже сейчас без перерыва, тренгю, сейчас еще надо 5 штук забить, и валить отсюда домой, потому что, а, еще вот это маленькое зеркало снять, для покраски, ну, ладно, это может завтра, короче, все, зеркала я погрузил в тачку, спойлер один, сегодня от Димки привез, от маляра, вот так он выглядит, никаких белых надписей, ребят, здесь не будет, по-хорошему, здесь надо делать наклейку белую, может быть, потом сделаю, но сейчас уже точно, мне некогда этим заниматься, так что все, отвалите от меня, пожалуйста, будет так, как будет, чисто красный низ у тачки, все, я пошел забивать еще 5 шпилек, и домой, новый день у меня, пока в чистом, жду, когда маляр позвонит, забирать второй спойлер, плюс зеркала ему надо отвезти, короче, рассказываю, как буду подключать боковые фонари, фонари я уже поставил, с той стороны, все, здесь у меня их всего будет 6 штук, раз, два, три, четыре, пять, на самом спойлере будет 5, а так как там отверстие под лестницу, лестницу я уже тоже поставил, где-то шестой фонарик будет у меня крепиться вот от этих дырок, примерно вот туда где-то, потом на месте уже посмотрю, это первое, второе, как я их буду подключать, конкретно один этот фонарик у меня будет подключен от этой штатной заводской фишки, которая стояла здесь раньше, боковые фонари на крыле, я его снял, мне они не нравятся, и он будет стоять здесь подключен, чтобы когда спойлер снимать, отсоединил и все, все остальные 5 фонарей будут подключаться от фишки, которая стояла на заднем крыле, понятно, да, тоже штатный провод, все штатное будет подключаться, а с другой же стороны спойлер, 6 фонарей, там отверстия нету под подножки, поэтому будет стоять 6 фонарей, 3 будут подключаться к заднему проводу штатному, 3 к переднему проводу, чтобы так разграничить, короче, нагрузку, и просто, ну, мало ли, если чтобы где-то был обрыв, чтобы все сразу они не сгорели, хотя бы, ну, из трех, из шести три горели, вот. Ну, а здесь я объяснил, почему, потому что, если надо будет снять, спойлер один отсоединил-то его, одну эту фишку, все, спойлер снял, а тот фонарь на месте останется, получается, который в этом фигне. Думаю, как бы я вам объяснил доступно. Сейчас обязательно надо эти штучки проклеить как можно больше, желательно их, вот эти, потому что все равно они будут отлетать, а чем их больше, тем они лучше будут держать провод. Вот, куда делись у меня начатые, не знаю, но это ладно, сейчас разберусь. Обязательно надо обезжирить перед тем, как их клеить. Валера, Валера, наш сварной, Валерка самый лучший. Ну, все, так? Так, и никак иначе. Все, да? Да. Смотри, не засни, а то время все-таки обеденное. Да. Улегся. О, все, давай, по баку пиздани еще. Пиздить команды не было. Все, молчу. Вот стою, молчу. Не знаю, как он там дырень эту заварит. Короче, ни хрена толком не снимаю, а то и так там вам не нравится. Трандеж мой долгий. Привез второй спойлер, в машине лежит. Полировал второй диск. Первые колеса, которые полировал, поставил. Ну, они уже, естественно, помутнели. Тут пыль, грязь, все дела, надо будет потом еще после мойки тряпкой пройтись. А, это грязь вообще. Шпильки новые закрутил. Гайки старые, ни хрена, чуть не хотят наворачиваться. Хорошо были сохранены. У меня и вековские оригинальные, тоже старые. Но они вообще прям на ура закрутились на новые шпильки. Короче, все остальное это говно сыромятное. Вот, собираю пожарную машину свою. По крыльям, что-то мне тут не нравится ни хрена. Вроде все крылья, я уже думаю, может, я как с зеркалами обманулся. Вроде, по идее, все крылья взаимозаменяемые. Ну, у них там, конечно, есть разница перед, зад. Но она незначительная. То есть, они как бы все подходят. Получается, здесь сзади у меня стоят передние крылья. Ну, то есть, понятно, да, которые у колбаков должны быть. Не знаю, здесь что-то не садится ни хрена. Хрен поймешь. Сейчас сюда колеса воткну. Чайку решил заварить, выпить. Вот, воткну сюда колеса. И потом буду собирать вторую сторону крыльев. Тоже откручивались они, когда снимались, вроде все нормально. Сейчас ставить, блин, здесь прокручиваются эти болты. В рот компот, блин, думаю, ну что такое. Вот, ну а так, в принципе, все нормально. Сейчас крылья ставлю, колеса, крылья. Потом прикручиваю спойлер левый. Чтоб уже он мне не мешался и голова о нем не болела. А перед этим надо поставить эту... Мостик, трапик, как его назвать. Не знаю, решетку, короче говоря. Ну и все. Отвод Валерка приварил. Потом, когда я ставлю спойлер, получается, смотрю, где там что мешается или не мешается. И уже после ставлю еще доворот. Второй отвод, но он уже блестящий. Влюра Мерлен дымоход я покупаю. Нормально себя за год проявил, показал. То есть ничего не сгорело, не отвалилось. Вот, поэтому так. Все вот так у нас. Сегодня тачка будет на колесах и уже на ходу. Как вам спойлерочки? Чуть-чуть, конечно, пришлось, как это сказать, внести корректировки в их установку по сравнению с первоначальным этапом. Но, в принципе, в общем и целом нормально все. Смотрите, по сравнению с Белоснежкой. Я сделал расстояние здесь побольше. Тем самым расстояние здесь сократилось. У Белоснежки оно больше. И больше торчит вот эта дырка, вот это все. Еще раз повторяю, по заводу здесь на крыло ставится такая накладка. И она служит продолжением спойлера. И нету всех этих зазоров. Практически нету. Есть минимальные. Это с левой стороны. Ну, крылья я поставил пока без задушек, без фонарей. Это с правой стороны. Скажу честно, с правой стороны по отношению спойлера к крыльям мне нравится больше, как стоит. Хотя, может, и одинаково. И нарисовался тут один нюанс. Нюанс. Нюанс опять заключается в этом гребаном фонаре. Вот они все в ряд идут. И который должен стоять здесь, попадает, сука, прямо вот сюда. И я не знаю, что делать. Прямо если будет кто-то лазить. Ну, из нюансов мне еще не нравятся здесь две большие шайбы, увеличенные. А мелких у меня не осталось, к сожалению. Но это ладно. Фонарь должен быть прямо вот тут. И у меня, наверное, не остается никакого выбора его прямо тут и прибабахать. Единственный минус. Ну, в принципе, его можно устранить сразу краской, залить. Ну, в общем, единственный минус тот, что сверлить придется железку. А все это сверление, это все потом выливается в ржавчину. Вот. Так, в принципе, все хорошо. Хотелось бы, конечно, вот эти крылья чуть сюда выставить. Но они поставлены, я их снимал и поставил по заводским местам. Хотя, в принципе, уже я тут крылья подрегулировал задние. Мне уже и сзади нравится, как они стоят. В ровень получается. Вот. Бак на ремонт я не повезу до трак-дэя, до фестиваля. Потому что сейчас там нашел непонятку одну, откуда капает. Походу, с пробки сливной, где трубки соединяются. Одна со вторым баком. Вот. На нем прям висела капля. И, если что, на фестиваль съездим, потом сниму. Не знаю, может сразу и угол сделать. Но нет уже времени, понимаете. Плюс парлеровать я баки тоже не хочу. Съезжу на мойку, возьму химию. Отбелю их химией. И нормально и так сойдет. Плюс здесь пожарный ядрант. Поэтому все так пусть и остается. Ну, сейчас прилеплю фонарь еще, покажу вам. Чудо как. Да, тачку у меня жинка отобрала. Сегодня я на желточке буду ездить. Ну, куда мне ездить-то, господи. До дома доехать. Два километра. Диски отполировал, поставил. Единственное, не снял с донкрата и не протянул я. Чем я сейчас, наверное... Нет, сейчас я доделаю все-таки фонарь. Чтобы у меня уже было понимание, как это будет все выглядеть. Все сделал. Фонарь прикрутил. Заколебался, блин, три. Болта на него убил. Этой гребаной нержавейки. Такая она нежная. Чуть не так круто неж. Все, сразу там все закусывает, слизывается. В итоге, что? Просверлил дырку под болт. Именно болт, не под саморез. Просверлил дырку под провод. Здесь у меня, естественно, соскочило сверло, дрель. Все поцарапал. Но это ладно, тут не видно. В принципе, все держится хорошо. И даже если ногой наступит, он тут заподлицо. И еще, получается, вот эти фонари с этими фонарями в комплекте шла как плоская резинка, так и под трубу. Я сюда взял резинку под трубу, чтобы она вот так, видали, обогнула эту лестницу. И встала на место нормально. Поэтому, я думаю, все должно быть хорошо. Сейчас я пошел защищать два зеркала и хиромантию, защиту мотора, сзади которой стоит, и буду красить. И это самое мое нелюбимое занятие. Погода к вечеру вообще бомба. Тихо, спокойно, ветра нету. Вообще нет ветра. Можете по деревьям вот так посмотреть. Красота. Крашу последние детальки. Это два зеркала. И заднюю крышку защитную, типа от мотора. И все. Последнюю краску там налил почти целый краскопульт. Буду, короче, хреначить, пока всю ее не вылью. Надо, пока она там в промежутках просыхает, собрать, наверное, вещи, чтобы потом уже просто идти отмываться и домой сваливать отсюда. Вот такие пироги. Смотрю, так хожу на тачку, вроде неплохо получается. К вечеру сейчас все потускнело, то солнце светило, ярко все было. А сейчас вроде смотрю, так ничего. Без зеркал, конечно, как черти что смотрится. Поэтому картина особо не ясна. Новый денек у меня. Всем здоров. Уже раз 70 в этом видосе с вами здоровался. Сегодня планирую закончить с машиной и закончить съемки. Что конкретно будет сделано? Наверное, все, кроме получается зеркал, потому что они не покрашены, и кроме алюминиевого настила. Просто-напросто я сегодня не успею, а завтра надо будет ехать в Москву на легковой по делам. Оставлял на ночь вот так одно зеркало покрашенное. Все красиво, все блестит. А второе зеркало стояло на этой фанере. И покраска его увенчалась успехом. А вот отлепить скотч хорошо, не удалось. Отломилось оно у меня постольку, поскольку фанера гнилая, саморезы мои плохо были закреплены. Оно отломилось, упало в этот мусор, в эту грязь, в эту траву. Пришлось эту фанеру отмудохать ногой очень сильно из-за злости. Ну и потом вот сюда его психанул, положил, но супруга моя аккуратно постаралась убрать эти все соринки, волосинки. В принципе, даже так оно ничего и выглядит, на самом деле. Может, не придется перекрашивать и шкурить. Вот, но мне важно, конечно, больше вот это зеркало, потому что сейчас я прям с него начну, его поставлю и чтобы уже собрать правый весь угол и больше не подходить к этому вопросу и поставить козырек и трубу на крышу. И как бы все. Сегодня я пришел рано, время 10-й час. Никуда ездить мне не надо, мне просто все не уйти, надо будет раньше. Поэтому сегодня максимально сделаю здесь все дела. Юбку бампера ставлю, козырек, трубу на крышу и сюда фонари провожу. На этом будет проект практически завершен. Все, народ. Установил и подключил фонари назад. Это уже горят габариты, стопы и поворотники вместе взятые. Единственное, чего здесь не будет задней противотуманки и заднего хода фонаря. Ну и у меня задница тут не упала, как говорится. Вот. Рассказываю. Сюда приходят два провода габаритов. Два желтые не идут. Номера сейчас не буду вам говорить, потому что я все равно не помню, и вы не запомните это все бестолку. Подключаю на один провод крайний этот и этот и на другой провод средний, чтобы если, не дай бог, где-то был обрыв, они хотя бы симметрично переставали гореть. понятно, да? А, и еще к среднему подключил я, которые два снизу там светят. Вон они светят. Будет здесь табличка по задумке, надеюсь, будет она, чтобы освещалась. Здесь будет номер, будет освещаться. Тоже два фонарика там снизу стоят. Сюда приходят три провода плюсовых габаритных, то есть это на один борт и на другой. Тоже я их подключил вот так, параллельно, два по бокам, один по центру, чтобы если был обрыв, симметрично они разъединялись, и третий провод, он шел на подсветку номера, 10-ваттный он получается, под 10-ваттную лампочку. Я запитал нижние два фонарика, два габаритика нижних. Вот. Как я их искал? Искал я их просто контролькой обычной. Ничего я там не выбирал, 10-ти или 5-ваттные. Все равно приедет сейчас электрик, весь мост мне в РФЦ аннулирует по ошибкам, чтобы не было на жопу никаких жалоб у тягача. Вот. Соответственно, все в гофре в одной вот так идет. Не знаю, солнце светит. Видно вам, не видно. Здесь так же самое. Все оттуда вывел и сюда они приходят в две такие коробки. Одну разместил чуть ближе, другую чуть дальше, там, где было удобно. Пока ничего не закрываю. Вот на такие соединильные штуки ни хрена им тысячу лет не будет. Сейчас упакую, все прогерметизирую, все будет четенько. Тысячу лет им ни хрена тут не будет. Вот. Сейчас пока почему не закрываю, потому что жду электрика. Мало ли, что-то там не то, чтобы не разбирать лишний раз. Вот. Ну, в принципе, все работает. Я доволен. Такая довольно-таки... Да не сказать, что сложная. Просто сначала все это пугает, а потом раз, две секунды разобрался, подключил. Сейчас надо эти хреновины закрепить, чтобы больше к ним тоже не возвращаться. А, ну и хотел показать вам, в каком состоянии была проводка заводская. Особенно это правый жгут. Пришлось его здесь отрезать, потому что весь он был... А, ну вот, тут все, наверное, видно. Все на гильзах, все на скрутках, все что-то здесь с правой стороны какая-то война была, как я уже повторюсь. Бак замят, крылья новые, здесь рама вся пошарпанная, почему и заржавела. И даже до проводки домоталась, добралась. Добрался этот взрыв колеса. С левой стороны вроде так-всяк более-менее, но тоже все на этих скрутках. Вот. Отрезал я получается прям целиком кусачками херак, там где заканчивается последняя скрутка. Вижу, целиком отрезал, все, завел его в коробку. Вот он с одной стороны, чтобы не было никаких соединений, вот он с другой стороны, чтобы тоже не было никаких соединений. так, надо мне все это дело выключить, потому что кувалда лежит на стоп-сигнале. Оба! И выключить массу, потому что лень выключать, лезть эту аварийку. Вот, все. очень много трендежа, видосик будет очень длинный. Так, ребзи, не удалось нам прошить мост, короче говоря, что-то там никак у него не получалось, не получалось, полчаса мучили-мучили, в итоге рамник сняли, уехал с Алексеем рамник, завтра обещал сделать, но завтра мне не будет, если что, привози в кабину, положишь, да и все, поэтому сейчас все герметизирую, крышки закрываю, кстати, очень большой плюс, что я вовремя все успел подключить, потому что сейчас рамника нет, сюда соответственно электричество не идет, и я бы ни хрена не сделал, поэтому все, закрываю вопрос с фонарями, закрываю крышки, подзакончил на сегодня с делами, в принципе, мордаху все собрал, кроме юбки и верхней трубы с фарами, это, пожалуй, останется на воскресенье, потому что, наверное, подключение верхних фар, а, и зеркала еще тоже в воскресенье заберу, ну да, вот как раз в воскресенье все уйдет на все то, что не стоит на морде, и получается уже тачка будет собрана, сейчас какая-то, если честно, как лягушонок стоит, блин, колеса подспущены, еще и в яме, юбки нету, ничего нету до конца собранного, выглядит не очень, так что, я погнал на выходной, так, народ, вчера у меня был выходной, вынужденный, сегодня в обед приехал ко мне наш Кулибин электрик, прошили с ним на трех машинах мозга, теперь можно на жопу диодные лампочки на все ставить, ну, да, ну, в смысле, не лампочки, а эти, фонари, и это очень круто, что по деньгам не спрашивайте, нормально, так все, это в копеечку стоит, но я решил сразу на трех отключить задницу, кстати, даже еще, вот он, рамник валяется, даже еще не поставил сюда, сейчас не до этого, сейчас пока, Виталька тут был, мы с ним трубу вкорячили, а труба, оказывается, без верхних креплений, вот они, что-то, Серега, не знаю, почему так, раньше вроде приваривал, а сейчас так делать, но на Белоснежке точно уже вот эти штуки оставил, да может я заблуждаюсь, это Виталий говорит, вроде раньше приваривал, но не суть, сейчас залезу, прикручу крепление, отрегулируем лево-право, высота вот так на чурке, уже выставлено, грубо говоря, и все, сверлю кабину, крышу, приворачиваю и ставлю фары, есть еще возможность схемать, обычно я дальний свет верхний не подключал к дальнему, но сегодня я наверное постараюсь это сделать, уж очень просто и интересно, будет ли так или не будет работать, пришел тут это в тенек посмотреть, разобраться как чего, и так стою, взгляд на лево кинул, как я там все отмывал под кабиной, вот так, где фокус-то у нас, все так блестит, как будто новое, то есть, видно, да, миллион пятьдесят пробег, нормально выглядит, я считаю, ну, мне по крайней мере нравится, и вживую прям так блестит, так классно-классно, ну, хотя вот тут ржавая, да, и агрессивная среда, как получается, вот сейчас летом будет машина ездить, грязь туда будет попадать, она, естественно, вымываться не будет, и получается соль, зимние реагенты будут садиться уже на эту грязь, то есть, не будут воздействовать с поверхностью с прямой кабины, ну, как бы такой и плюс есть, и минус, хрен его знает, пошел я, короче, эти штуки крутить, собрал фары вот так вот на земле, но и хочу вам сказать, не все удачно прошло у меня, почему, потому что завалилась вся эта моя конструкция, три фары уже стояли на трубе, а три лежали, все это упало, фары поцарапались, краска кое-где тоже сбилась, вообще, жесть, конечно, вблизи, не буду вам показывать, подносить, издалека, надеюсь, не будет видно, что там к чему, а так, в принципе, все, сейчас надо залезть в кабину, в чистой одежде, разобрать две верхние панельки, чтобы закрутить гайки с болтами, покажу вам сейчас чуть попозже, как это все будет, репз, репз, маленький спойлер, перед тем, как мне уходить сегодня, спать, блин, а эту-то фигню я не включил, ошейник, ну ладно, в рот компот, на сегодня, что, доделал, все, подключил спойлера, по такой системе, как я вам рассказывал, с другой стороны, тоже, три на три, там пять на один, с той стороны, получается, поставил зеркала, зеркала, вот такие у меня, выкрашенные, Диму выкрасил, в белый цвет, осталось поставить, только сюда зеркало, правда, его еще покрасить надо, потому что оно все, извалялось, если вы помните, если вам вообще, об этом говорил, вот, а с другой стороны, вот такие красные крышечки будут, завтра по светлу вам покажу, ну и, конечно же, вот так будет гореть, люстра, уже довольно-таки темно, поэтому фонари, наверху сливаются, надо как можно, раньше было вам еще, подключить, ну да, короче, и верх не горит там, но главное, что все, зеркала я поставил, зеркалами покончено, очень охренительно, они выглядят, долго мы с супругой, обсуждали, какими будут стойки, у нас все-таки, красными, или белыми, она говорила, типа, красный козырек идет, надо и так, дальше пустить стойки, крышки красные, все, чтобы был переход, но мне кажется, вот так вообще четенько, черного вообще нету, там белый, тут красный, завтра по планам, докончить с бампером, поставить юбку, подключить фонари, и сюда поставить дубли, почему дубли еще до этого не ставил, не знаю, где купить лампочки, короче говоря, в них диодные, хорошие, да и вообще хоть какие-нибудь, чтоб горели нормально, поэтому, наверное, в дубли ставлю другие патрончики, маленькие, на 5-ваттные лампочки, они горят ярко, но четко, должно быть, завтра проверю, в боксе же темно, постоянно, и тогда приму какое-нибудь решение, но на сегодня все, а для вас, ровно через секундочку, я включаюсь, народ, у меня включение, очередное, остались последние штрихи, все доделали, сейчас с Илюхой воруем воду, он там, для трак-дэя, 2,5 куба воды, сейчас наберем, да, наверное, 2,5 будет у нас, и поедем там, вода техническая, нужна будет в любом случае, короче, вот тачка, сейчас она, правда, стоит на шпалах, но все равно, вид уже имеет, сейчас темнеет, покажу вам, как все это горит, а это все уже горит, правда, в кабине еще не вывел кнопочку, но сейчас сделаю, потому что я, весь чумазый вот такой, и мне не до этого, вот, все доделано, осталось номера повесить, и покрасить, сюда, трапик, сюда, трапик, и вот это зеркало, которое у меня упало в пыль, в рясе, в траву, сейчас повешу, и покажу вам, ой, повешу, покрашу, вот такие получились зеркала, вчера уже, наверное, в темноте было вам снимать, ничего не понятно, в принципе, еще надо купить, до отвод, отвод, есть один, второй, да, отвести трубу туда, в сторону, прикрутить этот трапик, и, блин, только что не было пуха, гребаного, сука, ладно, короче, покрасил, эти настилы будут на белоснежке стоять, но мы их отмоем, они старые, а эти сейчас мы с Илюхой изготовили новые, это просто бутафория, никакой они функции не несут, ходить по ним нельзя, здесь будет на хвостике лежать и там, в принципе, я думаю, надо аккуратно их туда и переложить, сейчас, чтобы они отсюда, не дай бог, не улетели, ну, в принципе, ветра нету, вообще тихо, спокойно, погода просто замечательная, поэтому все должно быть нормально, зеркало уже подготовил, заклеил, зачистил, вот эти штуки тоже, подшмурыгал маленько, ну, так, на тракдей бы съездить, а дальше хрен с ними, пусть облазит, они будут по-любому облазить, ой, хотел показать вам, как на белоснежке, а белоснежка уехала заправляться, поэтому, все готово, номера осталось повесить, и какие-то брызговики прикрутить, но это уже после мероприятия, сейчас я не знаю, где мне брать эти брызговики, у нас уже сумерки, Илюха говорит, давай все зажжем, включим, посмотрим, так, не обращайте внимания, там шипит воздух, мы съезжали с шпал, это новый сигнал, я поставил, и он, собака шипит, но я знаю, где он шипит, завтра это будет последний, самый штрих, устранение шипячки, почему тут так фонарь отходит, устранение шипячки, сигнала, специально не на широкую уголку снимаю, чтобы все было четко видно, как и что, за водой пошел, нет, номера надо повесить, но вот до последнего у машины не было вида, пока не поставил Зикуба сегодня, под бампером вот эта нижняя, ну, дело не в фонарях даже, а просто, ну, и так не скажешь, Илюх, что он вверх смотрит, фонарик-то этот, вот тут сделано литье такое, и крайний фонарь получается, как будто, как вверх смотрит, так, ну и фары верхние надо будет чуть-чуть вниз направить, опустить, сейчас я здесь сегодня до темна буду, вода будет долго набираться, в эту красотку, поэтому я вам покажу, как еще в темноте, ну не знаю, Илюха может со мной будет, а у тебя пива больше нету, а у меня есть, как интересно, а то ты быстро так уйдешь, сейчас выпьешь все, Илюхе там пивка припас, ну что, пойдет, нет, точила, где фургон, да, конечно, фургон зацепить бы, интересно посмотреть, как все это будет выглядеть, и этот бархузин стоит, мешается, блин, ой, это на самом приближенном формате снимаю, мы с Илюхой решили далеко отойти, так как-то четче выглядит все, единственная рука получается, будет сильно трястись, не знаю, стабилизация спасет это все дело или нет, не знаю, почему так сделано, у айфона, отошел, черти куда, на приближенный формат поставил, и снимает еще четче, чем именно так, даже еще прибавил, даже видны защелки проводки, когда прибавляю, вон там, с левой стороны, с правой поход в движение, это заводские, а это, а это вообще слишком близко, получается, а Викторыч, у тебя, Илюх, даже козявки в носу видны, на улице уже практически темно, на камеру светло, заканчиваем покрасочные дела, краски, слава богу, хватило, все нормально, еще чуть-чуть осталось, там еще сейчас один слойчик, ну чисто докрасить, ой, доиспользовать краску, еще один слой сделаю, да и все, кстати, вот эти квадратики, которые вот защелкиваются, я решил их оставить заводского, серого цвета, потому что, на белоснежке я их тогда красил, а их вставлять очень тяжело, ну, приходится забивать, я их забивал даже через тряпку, через губку, все равно краска отлетела, ну, молотком, потому что долбахаешь, вот, и поэтому на этой машине решил оставить их, какого цвета, заводского, черного, не знаю, сказал вам или нет, это у нас стоит, подзаряжаются аккумуляторы, потому что, все-таки, одному аккумулятору, трындец, я его буду менять, после фестиваля, заряжается аккумулятор, завтра ребята, Илюха с Володькой, мои водители, поедут в Новомосковск, за поддонами, поддоны нам тоже нужны, на фестиваль, из них мы будем делать сидушки, и будем делать, как их называют, ну, такие типа ступеньки, мало ли там куда зайти, Илюха себе установил попики, две новых подставки купил, два новых попика, два новых, как они, светилки, которые, на чем они стоят, вот сейчас как раз у нас темно, решил он сам посмотреть, ну и что, тебе нравится? Да. Сегодня регулировали, куда их поставить, мне кажется, вот это выше, как-то стоит, а ну-ка, иди зажги все фонари, тоже как твоя будет смотреться, без тебя на фестивале, Илюха, Илюха на фестиваль не едет, его пригласили на свадьбу родственники, ничего не горит, все, а тут же надо зажигать, а что не горит бок-то, бок-то что не горит, бок сзади, ну Илюха уже четыре бутылки пива выпил, хреново соображает, да Илюх? Да, нормально все, ну да, эти фары, они сливаются, нравится тебе, да? Короче, вот они, эти квадратики, ну и вообще, она облазит, вот так, эти решетки, а квадратики, они сразу, вот как я по ним долбил, и не знаю, хотел я их, конечно, кисточкой все это дело подкрасить, ну, этой макалки, которая, не знаю, может так и поедет, хрен с ней, я особо не переживаю, вот такая машина, у нас едет на трак-дэ одна, что это ты пошел делать? Я уже выключаю, еп, сейчас тут я чуть не сказал, Илюх матом, ты только сюда их ставил? И туда вверх куда-то еще? ептать, ну все, дал Виктору чуточку, и вся эта там по контуру горит внутри, которую ты делал, подсветку-то, это вот сейчас она включена? Да, ну тут свет горит, не видно ни хрена, сейчас потопнет, сейчас, через час, сейчас, ой, Викторич, что ты сейчас еще тырчнул, куда? Японская жизнь, вот это ты нормально устроил, мне фестиваль будет, так что приходите, кто хочет тачку в живьем и веку посмотреть, какая врачки, врачки, вражки есть тачка Эвека, таблички не хватает на стиле, ладно, будет, через год, будет, вот, нормально, зашибись, ну и вот, в по тьмах, другая машина, которая, главная, у меня будет, на этом фестивале, конечно, фары уже сливаются в ночи, хрен, узнаю, как настроить телефон, очень ярко светят дубли, лампочки, не знаю, даже хотел сегодня лак темный купить, стекла, подтонировать, ну, что-то меня все отговорили, не надо, не надо, сегодня по всему городу ездили, искали лампочки сюда, в дубли, так что, ребята, ролик я на этом заканчиваю, снимать особо больше ничего, потому что с тачкой все доделано, ну, не считая этих мелких штрихов, там уже нечего вам будет показывать, так что, машу вам на фоне красно-белой машины, красно-белыми перчатками, всем удачи, всем пока!